Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия. Я Александр Петров. Когда люди говорят о том, что въехать в Австралию становится сложно для граждан России и граждан Беларуси, это пол слова, это половина правды. Вся правда, что сейчас будет большой шифт с того, что выехать из России будет нельзя. И это на себе уже ощутили многие ребята. Причем здесь причина не только в российском руководстве, в российском государстве, но и в Западе. Причем они, может быть, на это и не рассчитывали. То есть это какой-то сайд-эффект, это побочный эффект санкций против России. Но первое, вы уже знаете, что сдать языковые тесты, международно признанные тесты невозможно, потому что все это контролируется, работает и обрабатывается за рубежом. Соответственно, если IELTS это детище британского совета и IDP, это значит, что под санкциями оказываются все те центры, которые находятся в России и находятся в Беларуси, если таковые есть. Я не изучал этот вопрос. А это значит, что вы не сможете сдать языковые тесты. Я думаю, что то же самое будет касаться и касается уже и неродившихся центров Петли, и Туэфл, и Кембридж. Соответственно, то основание для вашего выезда, которое обязательно, то есть знание английского языка, вы не сможете подтвердить. А на курсы английского выезжать будет крайне сложно, просто потому что это низкий уровень образования и есть въездные какие-то ограничения. Я не знаю, может быть, будут очень дорогие курсы английского языка, но это не выход или, может быть, это полувыход. Но сразу вы видите ограничения в этом плане. То, что происходит с валютой, даже если Россия поставит условия и они будут выполнены в плане того, что вы должны, если торгуете с Россией, расплачиваться в рублях, это будет, как раньше был советский рубль, который был очень крепкой валютой, только в ограниченном хождении для ограниченного разрешенного количества людей и вы в это число входить не будете. Покупка валюты наличной или любые другие операции, они будут караться по закону и этот закон будет крайне суров и жесток. Это ничего нового, это было при Советском Союзе и свободное хождение валюты, по-моему, было разрешено при Гельцине, и даже при Горбачеве можно было слопотать судимость, а некоторые люди получали высшую меру наказания, а просто за валютные операции в крупном объеме. 50, 40, 30 тысяч долларов, которые вам нужны, это крупный объем. Каким образом вы будете доказывать и происхождение финансовых средств и наличие этих средств? Я лично не знаю. Открытие счетов в зарубежных банках будет объявлено криминалом, если уже не объявлено, я не очень подлежу за российским законодательством. Соответственно у вас будут крайне ограниченные возможности подтвердить вашу финансовую состоятельность, а страна упадет в рейтинге до ниша уровня, уровня 3. Соответственно вам обязательно надо будет показывать денежные средства. Если же мы смотрим на прошлое, когда Россия была в действительности уровень 3 и были проблемы, опять-таки посоветовал бы все-таки ориентироваться на самые высокие программы, потому что такие программы исследовательские, как мастер философии и доктор философии, так называемые PHD, эти программы всегда были уровень подхода 1, даже если вы едете из какого-нибудь Афганистана, не проблема. Поэтому на это уже ориентируйтесь и то, что я говорил вам ровно 2 года, полтора-два года тому назад, это ваше даже не настоящее, а ближайшее будущее. Может быть уже настоящее, просто мы не знаем тех ограничений, которые поставил департамент эмиграции. Но по тому, что мне говорят учебные заведения и университеты Австралии, на высокие дорогие программы, начиная с мастера и в основном на философские, то есть ресерч, исследовательские программы, достаточно легче получить, по крайней мере, приглашение. А значит и визу, потому что люди знают, что делают, и им тоже не нужны отказы, потому что они аффектируют положение и рейтинг учебных заведений. Еще важен фактор того, что вы не должны быть ничего должны государству, не должны быть должны сторонним организациям. Когда вы берете кредиты, когда государство вам дает какие-то родительские, материнские и так далее, в этом случае вы уже не становитесь должником. По идее государство имеет полнейшее право не выпускать вас из страны, пока вы не расплатились квартирой или не выполнили те условия, которые вы подписываете, в том числе и которые написаны очень маленькими буковками. И, соответственно, вы попадаете в длинный список людей, которые не выездные по этой причине. И здесь совершенно законное право имеет российское государство, и австралийское государство тоже это поддержит. Что касается других обязательств, ну, например, вы выезжаете с ребенком, и получение разрешения от второго родителя станет очень большой проблемой, потому что в данном случае на стороне родителя, даже если, может быть, он хочет вам помочь отпустить, стоит и государство. Потому что ребенок в какой-то степени, в любой стране, кстати, в Австралии это более выражено, ребенок принадлежит и государству. Это будущее государства, в него вложились какие-то школы, детские садики. Вполне возможно, за то, что вы обучали вашего ребенка в школе, вы должны будете заплатить деньги по каким-то мировым стандартам. Если брать австралийские стандарты, ну, это до 20 тысяч долларов. Вот вы посчитайте, если вашему ребенку, он пятиклассник, выставят счет вам, точнее, в 100 тысяч долларов, как вы можете уехать? А даже по австралийскому законодательству все будет нормально. То есть, в действительности, вы получали бесплатную школу, потому что вы что-то должны были государству, этот ребенок по совершеннолетию. Короче говоря, могут быть проблемы. Проблемы могут быть секретностью. То положение, в котором мы думаем, будет находиться Россия, хотя у меня есть подозрение, что Россия только показывает, что она собирается наращивать дальше военные мускулы, но если она в действительности их начнет наращивать, то будет переход экономики на военные рельсы. Соответственно, определенный уровень секретности будет повышен до, короче говоря, для большей группы населения. Те люди, которые уезжают, это люди обычно, хорошие специалисты в своей отрасли. Но поверьте мне, даже лекторы, даже люди, казалось бы, далекие, медики все, это люди, которые при определенных обстоятельствах могут быть названы теми, кто имеет определенную секретность и стать невыездными. Вы об этом тоже думаете. В этом случае, при том, что Австралия в действительности ставит какие-то препоны большие для граждан России, но мы можем предположить, что да, в действительности на докторскую человека возьмут. Мы можем это предположить. Но подумайте, отпустит ли вас Россия, отпустит ли вас Беларусь. Границы станут не то, что полупрозрачными, они будут почти непроходимыми. И главная крепость этих границ, главная сложность прохождения из России или Беларуси, может быть, из Казахстана и других подобных стран, прохождение для студентов Австралии будет поставлено именно внутри, а не снаружи. Снаружи мы условия знаем или можем предположить. Что будет изнутри, мы не знаем, мы можем только догадываться. Но примите к сведению, выезд из России в Австралию в очень скором будущем будет намного сложнее, чем въезд из России в Австралию. И здесь не надо открывать Америки. Это уже было. Вы этого не знаете и не можете знать. Я это умный. Я жил в Советском. Алимсия. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.